Так, дорогие друзья, всем добрый день, добрый день, доброе утро, доброе утро. Все, снова мы в Тиеве. Мараша, это место, где мы проводим родину, называется Мараша. Мараша это наследие переводится, если дословно, слово Мараша это наследие. И вот мы, Итан тут преподаватель как раз в этом наследии, и он, значит, работает с молодежью. Кто в Тиеве, кстати, кто еврейская молодежь, приходите, вас здесь ждут, вас здесь ждут, у них постоянно уроки, мероприятия и так далее. То есть, прямо молодежь это до 29, да? До 29 лет считается молодежь, после 29 уже не молодежь, я думаю, что у нас все постарше слушатели. Да, хорошо, друзья, все, мы продолжаем изучать самую высшую мудрость, которая только есть в мире. То есть, выше этой мудрости ничего нет. Это я в очередной раз убеждаю, что вся современная психология, там все, все науки, все это царь Соломон знал, это для него был вообще начальный уровень, такой ликбез, ликвидация безграмотности. И тут есть нечто намного более глубокое, высокое, то есть, тут есть связь с Богом, что является квинтэссенцией, целью создания мироздания, является связь человека, выход человека на божественный уровень. То есть, соединение человека со своей божественной природой. И царь Соломон, он все, он как бы шел от вот этой вот сверхцели, да? А все остальные, вот мне интересно, знаете, я смотрю, исследую разные, разные есть подходы, там, наутии и так далее. Наутии, философии, психологии, там. И они частично, они видят картинку, да? То есть, они как бы видят какие-то грани истины, но зачем это все, для чего это все? То у них, как бы, корень, корень, это, это или слава, или, 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 или вожделение. А у царя Соломона был корень, это только чистый корень служения Богу и истина вот в ее чистом, таком духовном виде. Хорошо. Хорошо, но при этом, так как мы находимся в мире материальном, то вот эта истина духовная, она переломляется по каскаду, она превращается в какие-то правила поведения в этом мире. И если ты хочешь пройти свой жизненный путь, жизненный путь пройти правильная истина, то ты должен знать, как устроено, какие здесь работают правила. Вот мы сейчас это все изучаем. Мы сейчас уже 23 глава, и интересно, что я вот забыл сказать, у нас уже был один урок по 23 главе. 23 глава начинается с того, что когда ты сядешь кушать хлеб с правителем, с каким-то, пойми, пойми, кто сидит перед тобой. Что если ты сидишь с правителем, пойми, что у правителя, у него есть к тебе интерес. Если он тебя хлебушком кормит, то он у тебя заберет, за каждый кусок хлеба заберет намного больше, чем дал тебе. Но я как бы не только потом, я уловил связь. Помните, чем закончилась 22 глава? 22 глава закончилась, что если ты видел человека быстрого в своей работе, будет он стоять перед царями. То есть там нам царь Соломон сказал, что если ты будешь крутым мастером, то тогда ты будешь стоять перед царями. Понятно, да? И не будешь стоять перед темными. Теперь дальше, в 23 глава, так как мы изучали их не вместе, а по отдельности, 22 закончилась, на следующий день 23, то я связь тогда не уловил. А тут есть связь прямая. Начинается 23 глава, что если ты сидишь перед правителем, так ты пойми, пойми, кто перед тобой. Будь осторожен. Это как раз, когда ты стал мастером, тогда ты пойми, кто будет перед тобой. Интересно так, совпало? Интересно, мне в этот день звонит один человек и говорит, тебя хочет нанять как коуча один из бывших министров из правительства Януковича. И они сейчас думают, они же все равно политики, власть, работа эта продолжается, то есть они же не сдаются, у них очень много денег. Человек, который всю жизнь рвался к власти, он не остановится до дня своей смерти, он будет рваться к власти. А я как раз вот этот изучил, и я говорю, вы знаете, нет, я не смогу помочь, я не разбираюсь в этом, я вообще никакой, ну то есть я очень, то есть я решил, зачем мне это надо. Я не хочу лезть к этим правителям, только потому, что вот здесь мы изучили, изучили, мне царь Соломон дал конкретный совет, как это в жизни работает. Не приближайся к властям, не приближайся к ним, потому что это опасно. И мне совершенно спокойно, у меня еще жена так удивилась, как ты, что там, ну то есть огромные деньги предлагают, все, я говорю, нет, спасибо, мне и так хорошо, спокойненько, хорошо, лучше. Потому что предупредил царь Соломон, он же был мудрейший из людей, мудрейший, зачем мы это учим? Для того, чтобы делать. Все, теперь, значит, второе, 23 глава, первый отрывок был, что когда ты сидишь кушать с правителем, будь осторожен. Второе, что засунь себе нож между, ну в общем, испугай себя, да. Да, если ты не управляешь собой, если ты бальнефишь, если в тебе сильны вожделения, то ты должен быть еще сильнее осторожен, да, потому что что-то не так сказал, эмоции и так далее, то есть ты сразу можешь быть наказан. Третий отрывок мы выучили, да, не возжелай сладостей, потому что это все обманный хлеб, да, то есть не возжелай сладостей, потому что это обманный хлеб, когда тебя соблазняет. Или властитель, это может быть внешний властитель, а может быть твое яйцарарат, твое злое начало, внутреннее вожделение. Так вот, не возжелай вот этих вот деменот, это когда человек думает, что ему будет хорошо, это его воображение, то есть это идет чистый обман. Обман, визуальный обман, такая, знаете, виртуальная реальность. Когда человек думает, что ему завтра будет хорошо, что когда он купит рекламированный товар, он кайфанет, когда он думает, что вот с этой женщиной он будет счастлив всю жизнь, это обман. Его обманывает его воображение. Сколько людей клялись и до конца жизни, и все. И из них 50% разводились в первых несколько лет. Понятно? То есть все вот эти воображаемые удовольствия, это обман. Нас предупредили. Если тебя соблазняет кто-то, правитель, или же твой внутренний правитель, твое злое начало тебя соблазняет, царь Сламонас предупреждил, что это хлеб, казав, это пустое лживо. Лживый такой, да? Ну то есть ненастоящий. Теперь четвертый отрывок мы тоже проходили уже. Не утруждайся сильно разбогатеть, отдаляясь от мудрости. То есть когда ты... Тут так, отношение торы к деньгам неоднозначно. Это не как у буддистов, которые ходят с кружкой полдня, попросили себе еды, покушали один раз в день буддисты и монахи, и потом весь день сидят, медитируют, растворяются. Это однозначно не такое отношение торы к деньгам. Это не отношение к деньгам, как у папы римского, который обед дал бедности, но которого он ограбил вообще самый большой землевладелец в Италии точно, а в мире может быть тоже. Это католическая церковь, а внешне это обед бедности, а по факту это полностью забрать все. У идаизма отношение к деньгам такое, что деньги нужны, но как говорил царь Соломон очень четко, он говорил, Бога просил, «Раш, Вошер, Альтитейнли, бедность и богатство две крайности не давай мне, и трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом». То есть нужно зарабатывать, но при этом не без крайности, чтобы не быть бедным, не быть очень богатым, потому что эти две крайности очень опасны для человека. Здесь он нам говорит другую вещь, что ты не старайся сильно разбогатеть, когда человек работает, он прям особенно сейчас стало современно, в современном мире модно убивать себя на работе, просто уничтожать себя, дедлайны, сроки там, давай, поши, это самое. То есть это метод, он очень удобный для вот этой вот системы общества потребления, потому что человек себя убивает на работе, потом он должен отдохнуть, он тратит все заработанные деньги и еще берет в кредит. И это современный вид рамства, то есть он в кредит накупил дома, машины и так далее, он должен пахать как раб, потом он все деньги, которые заработал, тратит, и у него есть еще огромные долги, то есть он никуда не денется, будет работать до конца жизни, да, и будет послушный, законопослушный гражданин. Нам царь Соломон говорит, нет, не утруждайся слишком разбогатеть, отдаляясь от мудрости. То есть тут вот эта вот вторая часть, она очень важна, потому что, как мы знаем, есть закон Паретта, да, что 20% усилий приносят 80% результатов. И если мы разделим еще и 20% усилий, которые приносят 80% результатов, тоже по закону Паретта, окажется, что из них 20% усилий приносят 80% результатов. То есть получается, что 4% действий приносит 64% результатов. И по факту человек должен думать не как много работать, а как работать правильно. И это возможно только если у него на первом месте стоит мудрость и интеллект, если он развивает свой интеллект, если он обучается, если он осознанный, если он учится постоянно и размышляет о том, как действовать не больше, а эффективнее и так далее, то даже в деньгах это лучше. Но царь Соломон нам просто сказал главный принцип, что не утруждайся сильно разбогатеть, отдаляясь от мудрости. Дальше пятый отрывок. Вот сегодня мы начинаем с пятого отрывка. Он говорит так. Пятый отрывок, 23 глава. Значит, это чистая метафора. Значит, я перевожу дословно сейчас этот отрывок. Как говорился... Представьте, сидит царь Соломон в Иерусалимский храм. Он его построил 2800 лет назад. Я только что из Рима, у меня поэтому все тоже в сравнении идет. Колизей построен в 80-й год нашей эры. Все вот эти вот там великие храмы построены уже 2000 лет назад. Ну, считай, в нашей эре. А царь Соломон построил Иерусалимский храм за тысячу лет до этого. Почти за тысячу лет до этого, за 800 лет до этого. Да, 800 лет. Теперь, значит, вот он сидит возле ворота. Колоссальный этот Иерусалимский храм. Статуи такие. Он огромный. Сколько он был в высоту? Как 10-этажный дом. Он там 30 метров. Огромный этот храм. И он сидит возле ворот. А ворота, когда заносили туда ковчег, ворота не открывались. И... То есть ковчег был больше, чем в двери. И он помолился и говорит, заслугу моего отца, царя Давида, который псалмы написал Давида. И двери стали больше, и ковчег зашел. А в ковчеге, чтобы было понятно, вот этот ковчег завета, да? Там были Крувим. Крувим это вот эти ангелы, которые... Золотой такой ковчег. Там Крувим с такими крыльями. Его заносили в святая святых. Так размер Крувим вот этих вот был больше, чем размер святая святых, куда его заносили. То есть это было изменение пространства. То есть там было духовное пространство. То есть они настолько четко видели, что духовное, то, что сейчас называют квантовая там реальность и так далее, есть духовная реальность, есть материальный мир. И духовный мир первичен для них был. И он и по факту первичен. Просто мы своим духовным миром установили... А человек это как он по образу Бога. И человек, когда он во что-то верит, или все люди мира во что-то верят, то они устанавливают реальность мироздания. Так вот сегодня люди верят, что материальность первична. Поэтому мало чудес. Но когда все люди верили, что духовное первична, то весь мир был вот такой вот, он был пластичный. Была тогда такая очень высокая пластичность мира. Были пророки и так далее. То есть мы сейчас живем в материальном мире, потому что мы верим в материальность мира. И человек, который верит, что все нереально, он не будет действовать. Для него все нереально. Понятно, да? То есть даже сейчас все равно духовное первичное, но только большинство людей верят, что материальное первичное. И они своим духовным устанавливают первичность материи. Так вот, значит, царь Соломон нам говорит следующую вещь. Улетят твои глаза, то есть двинутся твои глаза с него, сейчас мы узнаем с чего с него, и нету его. Вот неправильный перевод, то есть лятув это улетать, улетит твой глаз, не прилетать, а улетать. Улетит твой глаз с него, из него, и его нету, то есть то, на что человек не смотрит, его как будто бы для человека и нету. Улетит твой глаз с него, и нету его, потому что сделал, сделает ему крылья, как орел улетит в небо. Непонятно вообще, что имеется в виду. Значит, два комментатора первым делом, ну то есть понятно, что на что-то, если убрать с него глаза, оно улетит. Ну что улетит? В предыдущем отрывке говорилось о двух вещах. Говорилось о не утруждайся слишком получить богатство, удаляясь от мудрости. Теперь в этом отрывке говорится, уведешь глаза от него и улетит. Что улетит? Одни комментаторы говорят, улетит богатство. Богатство это такая штука, которая то оно есть, то его нету. И даже если оно есть, по факту его нет. Есть известная история, как один сидел нищий в парке, и он, значит, сидел нищий в парке, и такая у него прям реально была, ну, плохая ситуация. Значит, подходит к нему какой-то человек и говорит, смотри, говорит, я тебе сейчас даю одну вещь, которая тебе очень поможет. Значит, вот тебе чек на, там, это, ну, история из 100 лет этой истории, в то время полмиллиона долларов, он ему написал на чете 500 тысяч долларов, это как сегодня, там, 5 миллионов долларов. Но ты этот чек сможешь обналичить только через год. Ровно я тебе ставлю дату через год. Но ты знай, вот у тебя есть сейчас чек на, там, 5 миллионов долларов, он ему дает этот чек. Только сейчас ты его обналичить не можешь, только через год. Я там Ротшильд, как-то он представился, все. Этот человек сидел, у него не было денег. Сейчас у него тоже нет денег. Но у него есть чек на 5 миллионов долларов, который у него будет через год. И он, значит, в этот момент, значит, все, жизнь поменялась. У него приобретается уверенность. Он думает, так, если у меня через год будет 5 миллионов, значит, все же по-другому стало в моей жизни сразу. И он, значит, начинает что-то действовать, действовать, действовать. В общем, он за этот год, он столько всего сделал, там, создал, партнерство. То есть у него появилась вот эта уверенность в себе. И на следующий год он приходит на это место, чтобы они договорились с этим человеком встретиться через год, чтобы ему там отдать этот чек обратно. И этого чека нету. Нету этого чека нету, нету этого чека нету. В общем, потом каким-то образом выяснилось, что это был сумасшедший. И пришли санитары, сказали, что это был псих, который эти чети там, он всем выписал. Да, просто был сумасшедший. Но по факту человек, который верил в то, что у него есть 5 миллионов долларов, он отличается от того человека, который верит, что у него их нет. И есть человек, вот конкретно, вот он был там, я читал, какой-то там немецкий мультимиллионер, который, когда он потерял свои деньги, он выбросился из окна. Но он-то своих денег никогда не видел. Когда у человека в акциях лежит там 5 миллионов долларов, или 50 миллионов долларов, или 500 миллионов долларов, как компания Apple сейчас подешевела в два раза, да. То есть вот жил человек, у него был миллион долларов в акция компании Apple, он сидел себе, у меня есть миллион долларов. Потом бах, ему новости, у тебя уже не миллион, у тебя 500 тысяч. Что реально изменилось? Ничего, он этих денег не видел, он эти деньги не тратил, эти деньги у него лежали где-то в каком-то виртуальном пространстве, как будто бы они есть. Но вот это богатство отведешь от него в глаз и его нету. Это первое объяснение пятого отрывка. Второе объяснение, это речь идет о мудрости. Мудрость еще более странная вещь, да. То есть вот человек он в логичном состоянии, да, он в таком логике, он такой, тут бах, пошла волна какая-то эмоциональная. Как говорят, знаете, когда продавцам, манипуляторам им говорят, главное человека испугать. То есть для того, чтобы заставить человека купить, нужно его ввести в эмоцию страха, что закончится, что это последнее, что это вот сейчас уже ограниченное предложение, что вам уже хотят купить сейчас вашу вещь и все. Человек бежит, все, скидки закончатся, все, он бежит, покупает. То есть мудрость, вот это вот состояние осознанности, мудрости, оно улетает тоже в одну секунду. Теперь комментаторы одни говорят, что в этом отрывке в пятом говорится про уведешь глаз от него и оно исчезает. О богатстве, другие говорят, уведешь глаз от него и оно исчезает, мудрость исчезает, да, логика исчезает у человека в одну секунду. Стоит только эмоциям накрыть человека и какая там логика, логики вообще ноль. Теперь, ну, мы можем и так, и так понять этот отрывок. Теперь, вот сейчас нам шестой отрывок очень важный. Переходим на шестой отрывок. Значит, шестой отрывок такой. Не кушай хлеб с злым глазом. С человеком, у которого злой глаз. Есть люди, у которых злой глаз. Сейчас мы узнаем, что значит злой глаз. Не кушай хлеб с человеком со злым глазом. Валь титав лимата атаф. Лимата амотав. Вот так. Значит, шестой отрывок перевел нас на то, что не кушай хлеб. Хлеб, это здесь есть два, опять же, значения хлеба. Хлеб есть, это значение материальная еда. И хлеб, это есть, хлебом называется Тора, знание. То есть, это тоже как хлеб для человека. Есть питание для тела, есть питание для ума. Та информация, которую мы воспринимаем, это как питание для ума. И говорят ученые сейчас, психологи, что мы запоминаем все, что видим. То есть, поэтому нельзя слушать разные гадости. Вот Черняховская такая есть, психиатр, психолог, известная, да. Значит, хлеб, это когда мы съедаем какую-то еду, она становится телом. Когда мы воспринимаем какую-то информацию, это становится мышлением, да. Нам сказал царь Соломон, не кушай хлеб с Раайн. Раайн есть люди со злым глазом. Сейчас я объясню, что такое злой глаз. Валь титав и не возжелай, не возжелай его сладостей. Да, вот эти вот матамо тав, это его сладости. Теперь, кто такой злой глаз? Значит, есть люди с добрым глазом, есть со злым глазом. Что значит добрый глаз, злой глаз? Человек, вот сидит два человека и смотрят на одну и ту же картинку. Они видят разное. Они видят разное. Я проверял, я делал специальный такой опыт. Показывал людям, сидит 30 человек. Я им показывал видеоролик двухминутный, и они смотрели 30 человек с одной точки, с одного зала, смотрели один и тот же ролик. Потом они писали на листиках пять предметов, на которые обратили внимание. Месседж, который, по их мнению, закладывал создатель ролика в этот ролик. Третье, какие у них возникали ассоциации, когда они смотрели этот ролик. И четвертое, почему я этот ролик поставил. Все 30 человек писали разное. Потом они друг с другом обсуждали, и оказывалось, что на восприятие человека влияет его физическое состояние, его эмоциональное состояние, его прошлый опыт, его система ценностей, его система убеждений, воспитания, влияют его цели, то, что он в данный момент хочет и так далее. Все это искажает восприятие и создает у каждого внутри головы свою картинку. Теперь, царь Соломон об этом писал 2800 лет назад, что у одного человека есть добрый глаз, и он все преломляет через оптимистический такой вот призму фильтрации. И он смотрит и думает, вот погода на улице, да, дождь идет. Один смотрит и говорит, классно, природа обогащается, будет хороший урожай, воздух ионизируется. Как хорошо, что вот сейчас идет дождь, а потом будет солнышко и так далее. Второй смотрит на дождь, слякать грязь, как достала эта погода, грязище-перегрязище, там, ну и так далее. То есть они видят одну и ту же картинку, но каждый ее наполняет разным содержанием. Теперь есть люди, принципиально есть два разных подхода к жизни. Один подход, это оптимизм, ожидание добра, вера в добро, вера в то, что есть добрый Бог, вера в то, что есть вечная жизнь, вера в то, что все будет хорошо. Это вера, это некая предпосылки восприятия мира, в который человек верит. И есть второй подход, все зло, впереди смерть, черви гниения, люди сволочи, там, ну и так далее. Это два кардинально разных подхода к жизни. У большинства людей, у них все перемешано, у них нет такого, однозначно все будет плохо или однозначно все будет хорошо. И у них и восприятие, оно вот такое вот колеблется, они где-то, ну вот, не то, не то. Есть люди, однозначно у них добрый глаз, есть однозначно злой глаз. Теперь царь Соломон говорит, те, у кого злой глаз, с ними не общайся, не кушай, не воспринимай от них информацию, не воспринимай. Почему? Да потому что, когда человек этот со злым глазом, он все, что он воспринимает, он все это искажает. И дальше, опять же, мы можем уйти в эзотерику, мистику, каким образом восприятие влияет и на продукты питания, и на общение. Ну, по-простому, с ними нельзя ни кушать, ни общаться. То есть, отдаляйся от плохих людей, отдаляйся всеми возможными способами от пессимиста. Я вчера читал информацию интересную для бизнеса, что когда есть группа людей, совещание, и в ней есть подсадная паршивая овца, так называли, специально проводили опыты, прям замеренные и так далее, который пессимистично, он гонит на всех, все не получится и так далее, эффективность сразу падает. То есть, вся группа, вообще они не могут работать. Один человек может испортить работу целой группы людей, да? Теперь, что делать? Написано, что один лидер может его нейтрализовать. То есть, если есть кто-то, кто берет на себя ответственность и ему, как бы, говорит, слышь ты, ну, типа, замолчи, хватит. Откуда ты знаешь, что будет плохо, что ты здесь, ну, то есть, это же все равно все предположения, уже в мире предположения. То есть, можно их нейтрализовывать, но это, опять же, головняк такой, это они тоже не хотят нейтрализовываться, поэтому я считаю, что лучше убегать. И Царь Шламон много раз говорил, что если даже у тебя жена сварливая, то убегай от нее в пустыню, в пустыню убегай от нее, потому что это нереально жить и находиться рядом с людьми, которые имеют злой глаз. И что будет, если ты с ними все-таки съел кушать? Если ты с ней укушать, седьмой отрывок, коротенький, Тикмо, Шаар, Бенавшо, Кен-У, Эхоль, Уште, Йомарлах, Валибо, Баль, Имах. То есть, смысл такой, что как у него в душе зло. Теперь, даже если он тебе скажет на словах, кушай там, пей, да, то знай, что сердце его, оно не с тобой. То есть, есть у человека сущность, суть. Вот этот вот злой глаз, добрый глаз, злое сердце, доброе сердце. И вот эта вот сущность, она намерение, сущность, это главное. Вот посмотрите на людей вокруг себя и посмотрите, у кого намерения добрые, кто ожидает добра от вас, от мира, кто хочет давать добро, а кто нет. И всеми способами постарайтесь отдалиться от влияния негативных людей. Все, это то, что конкретно нам советует царь Соломон, притчи. И завтра мы с Божьей помощью продолжим. Теперь давайте подведем итог сегодняшнего урока. Значит, первое, что все-все-все, от чего отводишь глаз, оно улетает. Это первый мой вывод. То есть, то, на что человек не обращает внимания, оно не наполняется его силой, его энергией, и оно улетает. Если ты от богатства отведешь в глаз, то оно исчезает. То есть, то, на что ты обращаешь внимание, фокусируешь свое внимание, то и наполняется. Если ты фокусируешь внимание на проблеме, наполняются проблемы. На цели наполняются цели. Понятно, да? То есть, это первое. Второе, что негативные люди, значит, надо от них убегать, не кушать их хлеб и не слушать их негативные, депрессивные разговоры. Все. Значит, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, три своих вывода. Да, напишите, пожалуйста, три своих вывода. И эти выводы, пускай они вас и ведутся, сосредоточьте на них свое внимание, и чтобы вы наполнили своей внутренней силой все хорошее, что есть в вас, вокруг вас, в мире. И с Божьей помощью, чтобы мы своими добрыми, хорошими мыслями и делами наполнили мир божественной энергией, силой. И как я в Риме научился, в римской общине, что я, значит, прошу Бога, чтобы Он помог всем, кто меня сейчас слушает, реализовать ваши мечты, молитвы, что все, что вы просите Бога, чтобы Он вам дал. И так как я за вас помолился, сейчас я верю, что Бог мне поможет реализовать мою, мою какую-то молитву. Сейчас я помолюсь, чтобы мне Бог дал то, что мне нужно. Все, все, помолился. И с Божьей помощью, удачи, успехов, всем хорошего дня. Пока.